Кому мусор, а кому и корм, и подстилка. В Ивановском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору праздничных елок. Некогда зеленые красавицы, которые свои функции в домах ивановцев уже выполнили, вторую жизнь обретают в зоосаду. Первые елки нетерпеливые горожане уже принесли. Массовая сдача деревьев, по прогнозам, будет после Старого Нового Года. Требования к елкам, следующие елки не должны содержать на себе никаких игрушек, мишуры и так далее. Так это может вызвать проблемы со здоровьем у животных. Ну и как бы свеженькие, не осыпавшиеся, с хвоей. Елки и сосны – продукты безотходные. Хвойные идут на корм копытным. Иголки в пищу употребляют и птицы, и некоторые хищники. Особенно любят лакомства оленей, зубры и верблюды. В зелени деревьев содержится много витаминов. Кроме того, ветки сотрудники зоопарка используют в качестве лежанки для питомцев. Детеныши зверей любят играть с хвоей. Это является больше минеральной витаминной подкормкой для животных в зимнее время. Поскольку овощи зимой, как правило, исключаются, потому что они быстро промерзают, и животные не успевают их съедать. Поэтому елки очень хорошо их заменяют. Но за неделю я скажу, что верблюда съедают в порядке 10-15 елок. Приблизительно. Сотрудники зоопарка принимают использованные деревья, а также нераспроданные с елочных базаров. И штучно, и оптом. Часть елок, если их подарят много, послужит в качестве украшения вольеров. Когда и как можно приносить хвойные дары в зоосад, уточнить можно по телефону, который вы видите на экране. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.